Ожидается, что государственный визит президента Филиппина Родриго Дутерто в Китай на этой неделе восстановит дружественные и деловые отношения между Пекином и Манилой. Одна из сфер, в которой две страны уже сейчас активно сотрудничают, борьба с незаконным оборотом наркотиков. Через месяц в островном государстве откроется центр реабилитации наркоманов, построенный благодаря китайским бизнесменам. Отрезление пришло не сразу. Это сейчас Дзюнь смирился со своей участью и даже благодарен судьбе за то, что попал в один из центров реабилитации для наркозависимых. Большая часть всей предыдущей жизни теперь кажется ему страшным сном. В памяти остались, как кадры из черно-белого кино. Люди в масках вломились в мой дом и забрали меня. Они били меня оружием и пытали. Они собирались убить меня. И я помню, как умолял их не делать этого. Следующее, что я помню, это слова о том, что мне повезло, потому что мне дают второй шанс. Чтобы избежать смерти, я должен пройти реабилитацию и вылечиться от своей зависимости. Став президентом, Родриго Дутерто объявил войну наркотикам. За три месяца около двух тысяч подозреваемых в связях с наркомафией были убиты без суда и следствия. Более десяти тысяч арестованы. Сотни тысяч наркоманов и дилеров сдались добровольно. Бескомпромиссная позиция руководства страны в отношении наркоторговцев вынудила многих из них стать на путь исправления. В этом крупнейшем в стране реабилитационном центре, где живет Дзюнь, содержится 1400 пациентов. Это почти в два раза больше, чем он может сместить. Это далеко от идеальных условий, но мы должны были приспоставливаться к ситуации. Мы создали свою собственную программу лечения, добавили дополнительный персонал, мы начали активное строительство новых общежитий и, конечно, ждем финансирования. Оно должно начаться в ближайшее время. Ожидается, что нагрузка на существующие реабилитационные центры скоро снизится, потому что в строй будет введен новый стационар на 10 тысяч человек. Строительство финансируется китайским частным бизнесом и уже подходит к концу. Открытие центра запланировано на ноябрь. В то время как практически весь западный мир выступил с критикой антинаркотической войны, Китай полностью поддержал этот крестовый поход Дутерта. Посол Китая на Филиппинах Джао Дзяньхуа рассказал, что это будет не последний центр, построенный на Филиппинах на китайские деньги. Вопросы совместной борьбы с наркотиками будут обсуждаться и во время визита президента Родриго Дутерта в Пекине. Любой китайский гражданин, который совершил преступление на Филиппинах, должен быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством этой страны. И китайское правительство, и все соответствующие ведомства готовы сотрудничать в этих вопросах с филиппинской стороной. Общий враг, как китайский посол назвал оборотом законных наркотиков, один. Поэтому Китай продолжит с филиппинами совместную борьбу с ними. На сегодняшний день в республике употребляют наркотики около трех миллионов человек. Затема Климова, СССР.